Испания и Франция стали лидерами по числу новых инфицированных в Европе. За сутки в Пиренейском королевстве зафиксировано свыше 3700 заболевших COVID-19. Власти проводят массовые тестирования, дабы обнаружить бессимптомных носителей. Ситуация усложняется отказом людей от лабораторного исследования. Жители не хотят уходить на двухнедельную изоляцию. У мужа собственный бизнес. Если он вдруг перестанет работать, то денег не будет. И для нас это станет катастрофой. Жить тяжело, дети нервничают, экономические трудности всех затронули. Французская Тулуза стала первым городом страны, где вводят обязательное ношение средств защиты на улице. Местное предприятие готовится к масочному режиму с 1 сентября. Власти стараются избежать повторного строгого карантина. Между тем мир ждет появления спасительной вакцины. Сейчас разрабатывают свыше 160 препаратов. Более 30 уже тестируют на людях. На неделе папа римский Франциск призвал к справедливым подходу. Будет очень прискорбно, если богатые люди получат приоритеты, если вакцина станет собственностью только одной страны. Вместо того, чтобы быть всеобщим достоянием. Ежедневные тесты для спортсменов и ограниченное число зрителей. Организаторы Тур-де-Франц объявили о мерах безопасности, при которых веломлагодневка пройдет в 2020. Соревнования решили не отменять, а вот дату перенесли. Гонка стартует 29 августа в Ницце. Число зрителей на первых трех этапах будет по 500. Возможность посмотреть на велосипедистов придется разыгрывать в лотерею. Маршрут, впрочем, изменять не стали. Спортсмены преодолеют 3470 километров. На протяжении всего тура нас будет сопровождать мобильная лаборатория, которая позволит получить результаты теста в течение часа, максимум двух. В любом случае мы получим результаты не на следующий день, а гораздо быстрее. Тем временем туристы, которые вернулись с греческих островов на континент, проходят тест на коронавирус. Обеспокоенность по поводу того, что пандемия набирает обороты, растет. Сезон отпусков в дисциплине карантинных мер была несколько ослаблена. Последствия сказались на цифрах. По данным Сибирной организации здравоохранения, в Европе ежедневно фиксируется 26 тысяч новых случаев заражения. Сейчас крайне важно, чтобы страны контролировали активность вирусов гриппа, чтобы был установлен или усилен регулярный эпиднадзор за разными видами вирусов. Нужно продвигать вакцинацию от гриппа для групп риска. В этом году это еще более важно, поскольку нам необходимо снизить нагрузку на наши больницы и медицинский персонал. Минздрав России начал производство вакцины от COVID-19. Страна первая в мире сообщила об успехе своего препарата и зарегистрировала его после двух месяцев испытаний. Нужное для россиян количество доз, как сообщается, будет готово примерно через год. Препарат представляет собой две ампулы с первым и вторым компонентами вакцины, которые нужно принять с перерывом в три недели. По данным Минздрава, такая схема позволяет сформировать иммунитет на срок до двух лет. Доклинические исследования вакцины проводились непосредственно в центре Гамалея Минздрава России и в 48-м Центрально-научно-исследовательском институте Министерства обороны. Клинические испытания прошли на двух базах. Это Сеченовский университет Минздрава России и филиал главного военного госпиталя имени Бурденко. По результатам вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител COVID-19. При этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации. ВОЗ призывает правительство стран больше не вводить карантин из-за коронавируса в случае повторной волны эпидемии. Специалисты уверены, теперь будет достаточно носить маски и соблюдать социальное дистанцирование. Между тем, вторая волна ожидается осенью, отмечают эксперты. Летом длительных ходит в школу, студенты на занятия многие переехали за город. По мнению медиков, это могло сдержать рост заболеваемости. С приходом сентября-октября контакты эти увеличатся, люди вернутся и мы ожидаем подъем заболеваемости. Кроме того, в этот же период еще идет подъем заболеваемости и других респираторных инфекций. И это тоже увеличит риск передачи COVID-19 человек от человека. Тем временем премьер-министр Белоруссии и председатель правительства России в телефонном разговоре обсудили борьбу с COVID-19. Роман Головченко и Михаилу Мишустин договорились о проведении совместной работы по снатию ограничений на передвижение через белорусско-российскую границу. Мария Бересневич, итоги недели.